Чтобы проходить гастроскопию без проблем, этому нужно просто научиться. Открываю великую тайну всех глотателей шпаг и индийских йогов. И сделать это можно в домашних условиях. После этих тренировок вы сможете проходить гастроскопию хоть несколько раз в день. Итак, это третий заключительный этап нашего тренинга. На данный момент вы должны уже без проблем погружать катетер в горло на расстояние 20 см от передних зубов. Что составляет 12 см за пределами язычка горла. Спокойно удержать его там по 15 секунд, по 30 секунд. И при этом поворачивать шею или наклонять голову. А также добраться до места, которое не даст продвинуть вам катетер дальше вглубь. Визуально это место находится на уровне низа шеи. Если все это так, то на данном этапе нужно будет приобрести еще один, но уже последний тренажер. Отправляйтесь на рынок разных шелезяк. То есть там, где продают двигатели, болты, гайки, ключи гаечные. В общем, все такое. И купите там вот такую вот ременную передачу. Я случайно обнаружил там эту ременную передачу, которая совершенно точно по своей жесткости, по своему круглому сечению, по своей твердости, даже по своему цвету совпадает с настоящим эндоскопом. Разрежьте ее и закруглите один конец. Ножницами и зажигалкой здесь уже не справиться. Поэтому, скорее всего, придется поработать наждачкой. Я же лично закруглил ее на наждачном круге. Также обязательно срежьте с обоих сторон этого ремня. Острый кантик. Это результат варки, когда он приготовлен, когда он их отапливается. Иначе вы им просто разрежете себе пищевод или горло. Ну и есть еще у этого ремня одна проблема. Поскольку изначально он произведен на свет в закругленном состоянии, он попросту, когда вы будете вставлять горло, упрется в переднюю стенку. И дальнейшее его продвижение ничего, кроме боли, вам не принесет. Значит, как с этим бороться? Изменить молекулярную структуру резины очень сложно. Поэтому помогает то, если хранить его в состоянии намотанности в обратную сторону его естественного загиба. Тогда, пролежав так сутки, например, когда вам нужно потренироваться, где-то минут пять он будет выглядеть вполне ровным. Потом обратно будет заворачиваться, но пяти минут вполне достаточно, чтобы потренироваться. И после тренировки, опять же, намотайте его на что-то в обратную сторону его естественного загиба, чтобы он привыкал к более-менее выровненному положению. Ну и естественно, поскольку это не пищевой продукт, то предварительно продезинфицируйте его и тщательно вымойте с мылом. Если же вам не удастся найти такую ременную передачу или, например, смутить тот факт, что я предлагаю пихать в горло объект не медицинского, а технического характера, то вы можете пользоваться и 9-миллиметровым катетером, номер которого 26. Но помните, что ощущения от настоящего эндоскопа будут намного жестче, чем от катетера. Катетер он все-таки мягкий. Теперь я хотел сказать очень важную вещь. Вернее, предупредить о мерах безопасности. Поскольку мы сейчас будем проникать уже в сам пищевод, то есть смысл предостеречь вас от возможных проблем. Вы, наверное, знаете, что сама гастроскопия проходит в положении лёжа. А мы всё это время тренируемся в вертикальном положении. Поэтому у вас может возникнуть желание потренироваться в более-менее естественном положении, как на гастроскопии, а именно лёжа. Так вот, никогда этого не делайте. Не рискуйте делать это лёжа. Дело в том, что при вынимании этого макета из пищевода, вы можете словно поршнем потянуть какую-нибудь жидкость из желудка. И если та попадёт в дыхательные пути, тогда может случиться беда. Вы можете захлебнуться. На самой гастроскопии это, конечно, исключено. Во-первых, это делается натощак, когда желудок не содержит никаких жидкостей. А во-вторых, врач рядом и, я думаю, знает, что нужно делать, чтобы не допустить подобных проблем. Лично на себе я не испытал ничего подобного. И рассказываю это только потому, что вычитал это в какой-то очередной статье по гастроскопии. Ну а так как статья есть, то считаю, на всякий случай вас об этом предупредить. Я все свои тренировки проводил стоя и ни разу не поднимал никакой жидкости, никакой пищи из глубин организма. Даже когда был сыт. Итак, если только что сказанное не отбило у вас охоту тренироваться, то продолжим. Пока вы еще не научились открывать пищевод, можете потренироваться уже новым макетом. Вам нужно на уровне горла привыкнуть к новому размеру и, соответственно, новой жесткости. Если будут возникать болевые ощущения на задней стенке гортани, то, как обычно, поднимайте повыше голову. Или же постарайтесь немного изогнуть кончик макета по направлению вниз. Тогда он по языку скользнет прямо туда, куда надо. Можете чередовать тренировки уже новым макетом и старым, более привычным катетером. А открывать пищевод, вернее, учиться открывать пищевод, я советую все-таки не спешить с новым макетом. Это будет с непривычки больновато. Потренируйтесь это делать пока катетером. Он мягкий и никаких проблем не вызовет. Что же такое эти врата пищевода? Сам пищевод, это, конечно же, полая трубка. Но, во-первых, она сплюснута. А, во-вторых, в верхней ее части она вовсе закрыта. На языке медицины это называется верхний спинтер пищевода. Когда мы поглощаем пищу, наша задача просто ее проглотить горлом. А пищевод, он уже сам ее принимает и отправляет дальше в желудок. Но, когда к нам в горло попадает, например, трубка, то организм не воспринимает ее как пищу, и поэтому верхняя часть пищевода остается закрытой. Такие же проблемы наблюдаются в случае, когда мы выпиваем таблетку, а она бывает как будто в горле застряла. То есть, организм не воспринимает ее как пищу, и поэтому она стоит как колом перед закрытым клапаном пищевода. И ждет, пока мы не пошлем ей вдогонку кусок хлеба или глоток воды. На гастроскопии, когда эндоскоп подходит к этому клапану, то врач, который делает гастроскопию, говорит, глотайте. Невероятно ужасная вещь, как можно глотать, когда в горло вставлена трубка. Каждый, кто пытается в этот момент глотать, неминуемо вызывает у себя рвотные позывы, которые, возможно, и открывают пищевод на какую-то долю секунды, чем непременно воспользуется врач. Он пропихивает дальше свой зонд. Но весь прикол в том, что на самом деле глотать ничего не надо. Задача стоит одна – открыть пищевод. И сделать это можно элементарно, при этом ничего не глотая. Сейчас я продемонстрирую, каким именно действием можно открыть пищевод. Заранее приношу извинения, потому что данное действие считается неприличным. Но поскольку у нас речь идет о гастроскопии, то здесь вообще нет ничего приличного. Так что смотрите, сейчас я вам открываю великую тайну всех глотателей шпаг и индийских йогов. Я открываю пищевод. Нужно просто-напросто искусственно вызвать отрыжку. При этом пищевод достаточно откроется, чтобы в него вошел предмет толщиной в сантиметр. Думаю, что мужской половине человечества это не составит труда. Все мы в детстве любили прикалываться таким вот чудом нашего организма. Но даже если вы девушка, которая никогда в жизни не занималась подобной фигней, то научиться этому можно за считанные минуты. Я неоднократно попросил у своих знакомых вызвать искусственную отрыжку. И через минуту они, хоть и без звука, но уже демонстрировали это чудо-явление. Хотя раньше, по своему желанию, этого никогда не делали. Звук здесь, кстати, совсем и не обязателен. Как только у вас появится отрыжка, вы надавите катетер дальше, и он провалится туда, будто бы в яму. Причем дальнейшее его продвижение уже не будет встречать препятствий. То, что находится дальше за сфинктером, мы уже не чувствуем. Можете сколько угодно дальше проталкивать катетер. Никаких затруднений или негативных ощущений уже не встретите. Со временем на тренировках вы поймете, что для того, чтобы открывать пищевод, даже и отрыжку делать не нужно. Чтобы ее вызвать, мы делаем как бы два действия. Сначала вы неким движением шеи и гортани набираете воздух внутрь, а потом выпускаете его обратно. Так вот, пищевод открывается уже при первой половине этого действия. При закачке воздуха. Так что, демонстрацию самой отрыжки я сделал для эффекта понимания, о чем идет речь. Когда у вас в дальнейшем будет легко получаться открывать пищевод и проталкивать туда с катетером, начинайте делать тренировки уже с новым макетом. Но когда вы проникнете новым макетом за пределы сфинктера, не погружайте его слишком глубоко. Как только пищевод откроется и макет нырнет дальше, то сфинктер пищевода автоматически закроется, зажав его своими стенками. А это с непривычки будет больно. Особенно в момент вынимания его обратно. Поначалу, чтобы при вынимании не было больно, делайте отрыжку снова. Так будет немного проще. Так вы постепенно притупите эти боли частыми тренировками. Глотайте новый макет где-то по 6 раз на день. И удерживайте его там все большее количество времени. Задача довести пребывание нового макета в пищеводе до 1 минуты. При этом во рту будет выделяться слюна, не обращайте на нее внимания. Будет возникать рефлекторное желание глотать. Воздерживайтесь. Старайтесь в момент этого времени не вызывать у себя никаких движений или эмоций. Любое проявление движений такого плана будет вызывать организм как рвотным позывом. А вынимать такой макет быстро, это довольно-таки затруднительно и больно. Поэтому при заглатывании как бы впадите в куматозное состояние. То есть никаких эмоций, никаких действий. Когда вы привыкнете и притупите боль, вы сами поймете на какую глубину можно будет погружать этот зонд. Только не нужно доводить его до самого желудка. Желудок все-таки вещь серьезная. Толщина его стенок 3 миллиметра и поэтому рисковать не советую. К тому же раздражать слизистую оболочку какой-то там резинкой тоже плохая идея. Вам вполне будет достаточно где-то 35 сантиметров от передних зубов. Все равно за пределами верхнего сфинктера вы уже ничего не почувствуете.